В эфире на Ульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте! На еженедельном оперативном совещании в понедельник, 13 января, глава Башкортостана Радий Хабиров озвучил ключевые приоритеты работы правительства республики в 2020 году. Руководитель региона напомнил, что решением президента России этот год объявлен Годом памяти и славы. В связи с этим нужно уделить особое внимание подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, Радий Хабиров поручил эффективно организовать работу в рамках объявленного в республике, года эстетики и благоустройства населенных пунктов. Затем была озвучена информация о том, что число погибших в пожарах в новогодние праздники в республике удалось снизить в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по республике Башкортостан Марат Латыпов. При этом, если раньше большинство погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, то в эти каникулы спасатели зарегистрировали всего один такой случай. В праздничные дни правоохранительные органы провели почти тысячу рейдов и выявили 183 факта нарушения запрета продажи алкоголя. Более тысячи литров спиртосодержащей продукции изъяли из оборота. Вместе с тем, по всей республике прошли спортивные и культурно-развлекательные мероприятия. Так, только в новогодних семейных играх приняли участие более 300 тысяч человек. Аграрий Башкортостана завершили 2019 год с ростом объема производства выпускаемой продукции. Активизация инвестпроектов в АПК позволила приобрести без малого 3000 единиц техники и оборудования на общую сумму в 6,5 миллиардов рублей. Еще одна тема, которую обсудили на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики – комплекс мер, направленных на повышение рождаемости. Для стимулирования рождаемости Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан подготовило перечень мероприятий, которые включают в себя программу повышения репродуктивного здоровья, сдерживания миграции населения, развития дружественной семьи, инфраструктуры, формирования положительного образа семьи с детьми. Ожидается, что эти меры могут дать дополнительный прирост 8,5 тысяч рождений до 2024 года. Свою лепту должен внести и национальный проект «Демография». На утреннем совещании в администрации района, которое состоялось сразу после видеоселектора в правительстве республики, подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление. Начальник организационного отдела Совета муниципального района Инзеля Ибрагимова проанализировала итоги конкурса среди сельских поселений. Лучшая новогодняя площадка оказалась в Карманово. Самая красивая школа в Старом Варяше, а детский сад в Барабановке. Среди учреждений культуры лидирует клуб в Сантугаче, а семья Камаловых из Будбурово превратила свой двор в сказку. По итогам всех номинаций лучшими селами по новогоднему оформлению стали Старый Кудаш, Старый Варяш и Игровка. Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий, учреждений и жителей города Янаула подвела управляющей делами администрации городского поселения Альфира Гельмиярова. Подана была 41 заявка. Дипломы получили 28 победителей в разных номинациях. Лидерами среди предприятий и учреждений города стали Янаульские электросети и дорожно-ремонтное строительное управление Башкир Автодор, психоневрологический интернат, школа номер один и детский сад номер семь. Среди жителей частного сектора лучше всех украсивших иллюминацией свои участки победителями стали Кельдзибековы и Мустафины. А снежные фигуры во дворе собственного дома принесли победу семье Менликаевых. Новогодний календарь насчитывал не одну сотню спортивных и культурных мероприятий. Настоящий калейдоскоп из праздничных игр, соревнований, хороводов, красочным конфетти рассыпался в новогодние каникулы на территории нашего района. Районный этап конкурса семейных команд стартовал 5 января. До этого отборочные игры прошли во всех школах района. И 19 команд победителей встретились в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность». Сегодня на базе «Мауфес Юность» проходят веселые старты в рамках новогодних семейных игр 2020. Участвуют в веселых стартах, в стартах победителей школьного этапа. Все приняли активное участие, с желанием, с радостью подошли, вопреки переживаниям. Веселая эстафета на ловкость, скорость и смехалку сразу определила фаворитов конкурса. Тем не менее, интрига сохранялась до конца состязаний. Победили в артаульской школе и вот оказались тут. Мы спорт любим и уважаем. Обычно на лыжах катаемся, футбол играем. Я все делаю, как любят. И баскетбол, и волейбол, и футбол. Сейчас уже, как с работой, как-то все равно. Стараемся, поддерживаем. Мы относимся к семье физкультурников. У нас Даблетшин Назим Салемьянович здесь работает тренером по гиревому спорту. Занимаемся, увлекаемся спортом. Участвовали, заняли в школе второе место. Попросили здесь поучаствовать. Старший сын сюда же все входит на тренажерку. Тренажерным этим фитом спортом занимается. Мурат у нас любит футбол погонять. А я сама фитом занимаюсь. В это же время на втором этаже физкультурного комплекса шли соревнования по пауэрлифтингу. Народный жим лежа и поднятие штанги на бицепс собрали и молодых, и опытных спортсменов. Сегодня я пришел на пауэрлифтинг народный жим лежа и подъем на бицепс. Увлекаюсь тяжелоатлетикой. Хобби не профессионально, а просто поддержать, поучаствовать в эти новогодние праздники. Потому что я вот сколько слышала, многие говорят, я уже устала сидеть дома за эти выходные, типа по праздникам, по гостям ходим. А тут хоть какое-то, не знаю, разнообразие для жизни. И пользу, естественно, да. А победителями районного этапа конкурса семейных команд «Веселые старты» стали Султановы и Скармановы. Что помогло вашей семье победить сегодня? Сплоченность. Сплоченность. И дома тренировались, поддержка, поддерживали друг друга. Каким видом спорта увлекается ваша семья? Я учитель физкультуры, карманской школы, поэтому у нас с физической формой все нормально, все в порядке. Мы когда шли сегодня на соревнование, надеялись, что победители? Да, не зря даже купили красные футболки. Знак победы, наверное, да. Теперь победители будут представлять наш район на республиканском этапе «Веселых стартов» в эфир. Будет усилена подготовка, будем готовиться, надеемся на лучшее. Конечно же, будем готовиться, потому что будем представлять наш любимый район, Ядновойский район. Свой своеобразный подарок на Старый Новый год преподнесла нашему району погода. Сильный ветер и снег затруднил передвижение транспорта и активизировал работу дорожников по уборке снега. В принципе, почти снега пошли после Нового года. Поэтому с 1 января данная техника в количестве 8 и постоянно на сегодняшний день на улице. Каждый снег весь, даже не обязательно снег. Стараемся убрать все, что лежит, что называется снегом. Вывозим, убираем. Вот сегодня утром тоже около 6 часов пошел буран, и мы всю технику подняли около половины седьмого, и ребята работают пока. Сами видите, он на улице работает. Примерно в таком духе работаем. Стараемся, чтобы не обижать народ янурский, чтобы они на нас не обижались. Снег выпадает, стараемся чистить как можем. 8 единиц техники у нас в основном. Соответственно, когда гололеды идут, мы ПГС подсыпаем. Полностью все улицы не получаются. Пешеходные переходы, автобусные, остановки и так далее. Здесь есть большая необходимость. Там подсыпаем песок с раствором немножко соли, чтобы она как-то не образовывала лед и не улетучивая, добавляем ему песок. Ворог, когда мешает, это уже ЖКХ, когда просит чистить. ЖКХ, когда просит чистить. Они машину просят, чтобы убрали. Мы, соответственно, даем технику и стараемся прибрать по мере возможности там, где можно. Муниципальный этап республиканского конкурса исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников Республики Башкортостан прошел в гимназии имени Муксинова 13 января. Свои работы на суд жюри представили школьники нашего района. Каждый постарался максимально раскрыть выборную тему. Сегодня выступают призеры по итогам отборочного этапа. Этапы из девяти школ. Это городские школы и сельские. Ямады, село Кисакаин, село Карманово, Сусады, Балак и Истяк. Сегодня выступают ребята по итогам заочного отборочного тура. Все они являются призерами. И сегодня участвуют более 70 ребятишек, которые приехали со своими руководителями. Секции затрагивают все предметные области. Это начальные классы, естественно, научные, точные науки, гуманитарные, родные языки, иностранные языки. Выступление подобного плана ребятам дает уверенность в своих силах. Они учатся писать исследовательские работы, которые в дальнейшем пригодятся, особенно выпускникам, быть уверенными в своих силах написания каких-либо работ. В жюри входит педагогический состав различных школ по предметам, которые оценивают по специальным критериям по положению, утвержденному управлением образованием. Моя научная работа была направлена на тему влияния географического положения нашего района на жизнь людей. Я рассказывал про особенности климата, строения домов, сельскохозяйственных угодий или даже добычу полезных ископаемых. В детстве мне всегда было интересно, где на карте находится наш район, что у нас выращивают, какие животные у нас есть. И это послужило выбором моей научной работы. Я готовился с восьмого класса. Это было сложно, и надо было из всего того материала собрать это воедино и рассказать всю суть в одной презентации. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!